Городской центр занятости провел общегородскую ярмарку вакансий, на которой керчане могли лично пообщаться с руководителями отдела кадров предприятий. Свыше 100 работодателей нуждаются в рабочих руках. По словам директора Керченского центра занятости Вадима Кутузова, только 18 из них направила своих кадровиков на ярмарку вакансий. Спектр вакансий различен. Как неквалифицированный труд по работам по благоустройству, дворники, уборщики, так и высококвалифицированные специалисты, инженера, технологи, инженерные специальности. Судя по тому, что большое количество подходит желающих, видно, что пользуются спросом. В ярмарке приняли участие не только заводы, магазины и учебные заведения, но и отдел судебных приставов Керчи. Мы предлагаем вакансии судебного пристава исполнителя и судебного пристава по организации установленного порядка деятельности судов, а также нам требуется информатизатор, то есть специалист по компьютерной технике. Заработная плата в пределах 19-20 тысяч. Государственное служащее, у нас госстаж идет. Вадим Кутузов считает, что за год уровень безработицы в Керчи не увеличился, но и не уменьшился. Оровень безработицы стабильно низкий. На сегодняшний день у нас состоит на учете 411 человек. В сравнении с началом года, на 1 января, он незначительно вырос. У нас было 360 человек. Это связано с тем, что проводилась реорганизация в системе морских портов. По сокращению, то, что писалось, сократилось буквально несколько десятков человек. Это был охранный персонал, они на сегодняшний день пришли к нам. Вакансии охранников у нас появляются довольно-таки часто, поэтому мы считаем, что все-таки они у нас долго не задержатся. К большому сожалению безработных привело то, что на сегодняшней ярмарке не было предложено вакансии на строительство моста. Вадим Кутузов это объясняет тем, что работодатель сейчас находится в Нижнем Новгороде, а строительные работы в Керчи ведутся только на коттеджном участке. На сегодняшний день они берут только керчан, то есть иногородних они не берут в связи с отсутствием предоставления места жительства. Когда закончат этот коттеджный городок, мы с ними свяжемся и, возможно, будет отдельная ярмарка вакансий на мост, когда начнется активная фаза. Немалый ажиотаж людей был возле полного списка актуальных вакансий. Заинтересовал пенсионный фонд, там есть вакансии. Сказали, что можно подойти с резюме в понедельник, рассмотрят. По поводу стажировки рассказали. Ну, в общем, в принципе, понравилось. А вы ищете работу по профессии? Вообще, да. Хотелось бы по профессии. Не зря же институт заканчивала. Завод «Залив» в первую очередь. А на какую должность? Сейчас прочитаю. Пока вот мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов. А вы ранее работали? Да, но не на «Заливе». Какая заработная плата должна быть по вашей специальности? По моей специальности, думаю, что где-то в пределах 40 тысяч такая вот должна быть. Керчане пристально рассматривают все предложения, пытаясь выбрать работу по своим способностям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!